МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Истане количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 13% и составило 95 406 единиц, в том числе 26 тысяч юридических лиц, 69 300 индивидуальных предпринимателей и 9 крестьянских хозяйств. С начала года за пять месяцев предприятиями и организациями было создано 7 354 новых рабочих места, а центром занятости Акимата трудоустроено 1889 человек. Продаж новых автомобилей в Казахстане падает 13 месяцев подряд. Дилеры продали в мае 9444 легковых и легких коммерческих автомобиля. Тем не менее, по данным аналитиков, падение продаж замедлилось. В апреле салоны реализовали на 1,6% машин меньше, а по итогам мая продажи новых легковых авто в казахстанских автоцентрах уступили 26% результатам того же месяца минувшего года. В двадцатку наиболее продаваемых легковых автомобилей по итогам пяти месяцев вошли такие марки, как Lada Granta, Hyundai Accent, Lada Priora, Lada Kalina, Renault Duster и Volkswagen Polo. Казахстанцы предпочитают наличные при расчете за товар. Об этом сообщил министр финансов Бахет Султанов. У казахстанцев на руках порядка 15 миллионов платежных карт. В системе торговли работает 66 тысяч терминалов. Работа по техническому оснащению еще проводится. В апреле через посттерминалы казахстанцы приобрели товаров на 42 миллиарда. Следует отметить, что население не в полной мере использует возможности по безналичной оплате за товары. Экосбор, который должны платить водители авто с казахстанскими номерами при въезде в Киргизию, выведен временно. Об этом заявили в Минэкономике. Новая пошлина негативно влияет на приток казахстанских туристов и предпринимателей. Согласно норме, вступившей в силу с 15 мая, все авто, в том числе казахстанские, при въезде в Киргизию должны заплатить эко-пошлину. С мотоцикла 500 сомов, легковых авто 1000 сомов и микроавтобусы 2500 сомов. Беларусь планирует существенно увеличить поставки продовольствия в Америку. На американском рынке есть все, что нужно потребителю, но заинтересованность белорусской продукции все-таки есть. Это касается молочной продукции, льна, кондитерских изделий и алкогольной продукции. Осваивая рынки других стран, Беларусь вместе с тем не собирается терять позиции на российском рынке, который в плане экспорта продовольствия был и остается в приоритете. В целом, за 4 месяца нынешнего года Беларусь экспортировала сельхоз продукции на 935 миллионов долларов. При этом темп роста экспорта молочных продуктов составил 106%. В России сократят число проверок малого бизнеса. Кабмин одобрил внесение в Госдуму законопроекта, направленного на сокращение количества плановых проверок предпринимателей. Законопроект запрещает проводить с 1 января 2016 года плановые проверки в отношении субъектов малого бизнеса. При этом закон не касается бизнесменов, занятых в сфере здравоохранения, образования, социальной сферы, а также теплоснабжения, электроэнергетику и энергосбережения. Надеюсь, что вот этот трехлетний мораторий на плановые проверки для малого бизнеса упростит условия их работы, станет, ну, отчасти, во всяком случае, такой мерой поддержки в нынешних условиях. При этом запрет не будет распространяться на некоторые общественно назначенные или опасные виды деятельности в сфере здравоохранения, образования, промышленной безопасности, пожарного надзора и некоторых других. Но этот список вот таких, не подпадающих под запрет закона видов деятельности, естественно, носит ограничительный характер. А также на компании, которые были увлечены в том, что они грубо нарушали законодательство. Объем внешнеторгового оборота в Киргизии сократился на 11%. Доля экспорта в СНГ сократилась на 26,4%, а в дальнее зарубежье увеличилось до 73,5%. В товарной структуре экспорта наибольший удельный вес занимает золото, объемы поставок которого увеличились в полтора раза. Наблюдается рост объемов поставок отдельных товаров, таких как натуральный мед, энергогенераторные машины и оборудование. «Беларусьнефть» позволили пользоваться российскими недрами до 2035 года. Российское сервисное подразделение «Беларусьнефть» купило компанию за 110 миллионов. Основным видом ее деятельности являются геолого-разведочные работы, разработка, добыча, транспортировка, реализация углеводородов, нефти и газа. В «Беларусьнефть» отметили, что за полтора года владения российским активом суточная добыча увеличилась в полтора раза. Для получения дальнейших результатов руководство компании намерено продолжить разведку и бурение новых скважин. Инвесторы бегут из Азии. Отток капитала из Азии достиг рекордного уровня за последние 15 лет. Финансовые потоки ориентируются на развитые рынки. Аналитики связывают это явление с обесцениванием национальных валют по отношению к американскому доллару. Наибольший отток был зафиксирован с азиатских рынков, которые потеряли за неделю 7,9 миллиарда. На решение инвесторов вывести средства о многом повлияла ситуация на валютном рынке. Национальные валюты торгуются на низших за последние годы уровнях. Между тем, объем рынка акций Китая превысил 10 триллионов долларов. В расчете учитывались данные только о компаниях с первичным листингом в Китае. За последний год показатель вырос на 6,7 триллиона. Китайский фондовый рынок рос самыми быстрыми темпами в мире за последний год. СНП понизил прогноз по рейтингу Британии. По мнению аналитиков, проведение референдума по вопросу о выходе Великобритании с состава ЕС может привести к снижению рейтинга. Агентство СНП остается единственным из тройки ведущих агентств, которые все еще считают, что долговые обязательства Британии обладают наивысшей степенью надежности. Европейцы спасут греческий туризм. В этом году количество отдыхающих из России сократилось почти в два раза. Недополученные от россиян средства греки планируют восполнить за счет англичан, датчан и американцев. Туризм для Греции – одна из основных отраслей экономики. По статистике, сектор отдыха ежегодно приносит бюджет до миллиарды евро. На него приходится до 20% ВВП. С начала 2015 года греческие власти обсуждали повышение ставки НДС в полтора раза для местных отельеров. Однако из-за возражений бизнеса, который предрек последующий рост на 10% и дальнейший переход сектора в нерентабельное состояние, решение этого вопроса было отложено. Редактор субтитров А.Семкин